Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожар ИЧС спасатели совершили более 470 выездов. На пожаре погибли 4 человека. Семеро пострадали. А вот 28 человек, из которых один ребенок, за это время были спасены и эвакуированы работниками МЧС. Далее подробности происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник утром неисправный холодильник стал причиной пожара в одном из столичных домов. Все случилось в квартире на втором этаже девятиэтажки по улице Притыцкого. Эпицентром пожара, как выяснили оперативно прибывшие спасатели, стала кухня двушки. Скорее всего, хозяевам придется купить новую бытовую технику и сделать ремонт из-за короткого замыкания электропроводки 20-летнего холодильника. Напомню, что у любого электроприбора заводом-изготовителем устанавливается не только гарантийный срок, но и срок эксплуатации. Эксплуатация электроприбора после указанного производителем срока небезопасна. Даже если прибор еще рабочий, в любой момент может произойти его поломка, которая приведет к пожару. В понедельник днем боевые расчеты МЧС выезжали в девятиэтажку на улицу Менделеева. В результате поджога неустановленным лицом загорелось имущество жильцов. Санки и велосипед, хранившиеся под лестничным маршем в подъезде. В результате пожара закопчена лестничная площадка. К счастью, никто не пострадал. Минск чрезвычайный. Частный жилой дом на переулке Алтайске горел во вторник днем. К моменту приезда спасателей огонь хозяйничал в кухне. До остальных помещений он не успел добраться. Скорее всего, искра разгорелась из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших здесь, к счастью, также нет. МЧС напоминает, не включайте в сеть одновременно несколько электроприборов большой мощности. Не забывайте о необходимости замены старой электропроводки на новую, более мощную. Уходя из дома, обязательно выключайте все электроприборы. В среду утром на проезжей части проспекта Дзержинского по причине короткого замыкания загорелся грузовой автомобиль Ивека Дэйли 2010 года выпуска. В результате пожара поврежден моторный отсек, салон и элементы кузова. Минск чрезвычайный. Наравне с пожарами и серьезными происшествиями работникам МЧС приходится порой оказывать помощь населению, спасая, например, домашних питомцев. Стоит отметить, что подобные случаи не входят в компетенцию спасателей и каждый конкретный случай рассматривается индивидуально. Ведь спасти кошку с дерева часто означает спасти хозяйку, которая полезет сама на дерево и в лучшем случае там застрянет. В среду работники МЧС помогали снимать домашнего кота с дерева на улице Ландера, а затем в четверг еще двух усаток с деревьев на улице Кузьмы Черного. Кроме того, спасали в эти дни и собак. Одну пришлось извлекать из полыньи на реке Свислоща, другую из открытого канализационного люка на Долгиновском тракте, куда та провалилась во время прогулки с хозяином. МЧС напоминает хозяевам братьев наших меньших внимательно следить за домашними питомцами, которые любят гулять сами по себе и зачастую оказываются в сложных ситуациях. Первая половина четверга казалась неприятной для владельца автомобиля Peugeot 207. В результате загорания в моторном отсеке по причине короткого замыкания машина загорелась на улице Убаревича. Благо еще до приезда спасателей загорание удалось ликвидировать и серьезно пострадал лишь моторный отсек французской малолитражки. МЧС напоминает, чаще проверяйте электропроводку своих машин. Только своевременная диагностика ее состояния может значительно снизить риск возникновения подобных происшествий. А еще обязательно укомплектуйте свой автомобиль первичными средствами пожаротушения. Минск чрезвычайный. Курение на балконах уже давно стало бичом минских лоджий. Пятницу вечером очередной курильщик устроил пожар на балконе квартиры по переулку Козлова. К счастью, 63-летний хозяин, хоть и находился в состоянии алкогольного опьянения, но вовремя обнаружил загорание и оповестил спасателей по номеру 101. Прибывшие работники МЧС ликвидировали загорание, а врачи скорой госпитализировали хозяина с отравлением продуктами горения. Когда же, наконец, курильщикам найдешь, что небрежно брошенная сигарета серьезно угрожает безопасности окружающих их людей? С наступлением сильных морозов в оперативных сводках стали появляться информация о загорании бытовок. Предположительно, в результате короткого замыкания электропроводки в субботу около полудня на территории строительной площадки по улице Выгодского загорелось имущество и отделка строительной бытовки. Оперативно прибывшие огнеборцы в считанные минуты справились с огнем, и никто не пострадал. Такой сводках спасателей была прошедшая неделя. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный! Безвычайный!